МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости. В студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Добились. Руководитель облгосадминистрации Константин Брыль публично пообещал обнародовать декларацию о своих доходах. Он уже больше не действующий офицер СБУ. Соответствующий рапорт написал, согласовав свое решение с президентом. Теперь Константин Брыль генерал-майор в запасе. Ранее отсутствие электронной декларации в открытом доступе губернатор объяснял, ссылаясь на то, что является действующим сотрудником СБУ. Декларация, по его словам, находилась в архиве службы безопасности и была засекречена. Я буквально сегодня обращаюсь с письмом на ЗК, для того, чтобы мне там разъяснили порядок подачи моей электронной декларации, которую я до этого подал в службу безопасности Украины. Потому что на сегодняшний день этот порядок нигде, скажем так, не определен. Но для того, чтобы с буквы закона, не нарушая закон, это было правильно, я обращаюсь на ЗК, чтобы мою декларацию, которую я подал, и которая находится в архиве службы безопасности Украины, на ЗК смогло оприлюднити на общедоступных информационных носиях. Отопительный сезон завершился более месяца назад. Но жители дома по улице Железнодорожная 5 уже готовятся к следующему. Ведь с появлением общедомового счетчика тепла жители стали получать платежки с космическими суммами. А все потому, что их жилища буквально светятся от дыр и щелей. Все о противостоянии жильцов и коммунальщиков далее в сюжете. Трехэтажный многоквартирный дом, состоящий всего из 18 квартир. В прошлом году был оборудован общедомовым прибором учета. В начале эту новость жильцы приняли с воодушевлением. Решили, что так будут платить меньше. Но вместо экономии люди получили платежки с шокирующими суммами. У меня только за март месяц, который был теплый месяц, ну согласитесь, 2-100 за отопление. 2-100 за март месяц. Дом, построенный в 1955 году. Раньше принадлежал государственному предприятию «Приднепровская железная дорога». В 2001 году был передан на баланс города. Тогда же дом был присоединен к централизованной системе отопления. Раньше у нас система отопления была так, у нас вот с торца была своя котельная. Но теперь же продали, сделали там ателье. А нам вот теперь поставили счетчик и теперь геокалории эти. Огромные счета жители дома получили из-за неэффективной системы отопления, считают люди. Срок ее эксплуатации закончился еще в 1975 году. Жители дома ведут съемочную группу в подвал, чтобы показать, во что превратились внутридомовые коммуникации за десятилетия. Старые и ржавые, частично отсутствует теплоизоляция. Местами ее нет вовсе. Все вот эти системы отопления остались, они греют его. Нам выставляют, получается, эти деньги. Ну, как бы, бобоубежище хорошая вещь, но надо как-то платить за него по-честному. На чердаке картина не лучше. В шифере жителей дома насчитали 82 дыры. Тут часть системы отопления жители дома отремонтировали за свой счет. Мы кинули сюда до сих пор пластиковые трубы, поставили краны, утеплили сами, купили утеплитель своими руками, сделали тут и та сторона. Бо иначе выхода не было. На прошлой неделе дом обследовала комиссия из коммунального предприятия «Наш город» и концерна «Городские тепловые сети». Какое решение она приняла и есть ли возможность у жителей дома избежать шокирующих счетов за отопление в следующем году, смотрите в программе «Социальный патруль» сегодня в 19.45. 26 мая в запорожских школах отметят последний звонок. Далее выпускники пройдут внешнее независимое оценивание и состоится один из самых главных праздников в их жизни – выпускной, на котором ученики получат аттестаты. А вот в какую сумму выльется данное мероприятие для родителей, узнавал Станислав Печурин. Выпускники Запорожской общеобразовательной школы комплекса 108 готовятся к внешнему независимому оцениванию. Главное – пережить этот этап, а затем и долгожданный выпускной. Я с этими детьми с пятого класса, помню их очень маленькими, несграбными, соревновательными. Помню, как у меня родители тут плакали в пятом классе первого вересня, мамы плакали и переживали, как их дети будут учиться в пятом классе. А сейчас я уже детям скажу, что на останний звоник батьки меня будут заспокоивать, как буду плакать и я, уже мне сумно с ними расставаться. О выпускном школьники начали думать еще на первом звонке. Праздновать свой выпуск 11-классники будут в одном из кафе города под аккомпанемент музыкантов. От привычных виньеток ученики отказались. Говорят, к выпускному уже готовы. До нас идет фотосессия, сделали много фотографий, на Хортицу ездили в школе, так же самую фотосессию заказывали фотографа, выбор кафе, выбор ленточек, под готовкой шла вальс, все эти песни, репетировали стихи. Собирать деньги на выпускной начали еще в конце 10-го класса. Не считая затрат на выпускные костюмы, 29 учеников сдали по 1300 гривен. Эти расходы покроют кафе и развлекательную программу. У нас тамада будет, у нас будут мимы, вроде как в самом кафе, да. У нас будет фотозона, там где все могут сфотографироваться, и как бы фотограф будет. Ну, кафе, танцы до ночи, и после где-то часов 4 утра, когда начнется рассвет, мы пойдем встречать рассвет куда-нибудь. Кроме этого, в праздничную ночь выпускники запустят салют. Он им обошелся в 1100 гривен. 1200 гривен ушло на расходные материалы. 1300 стоит видеосъемка с монтажом клипа. Ведущая плюс диджея, оформление и мимов мы еще заказали, выходят 4000 за весь вечер. Мимы час стоят 500 гривен. Вот они только в начале выступают, более так, менее разряжают обстановку, чтобы детям было веселее. Оформление именно зала, именно на выпускной, нам выходит 1200 баннер и плюс шары, шары 620 гривен. Впрочем, не все запорожские школы довольствуются стандартным выпускным. По словам журналистов, в некоторых школах яркое торжество превратили в выкачку денег. Суммы, которые собирают в этом году на выпускные вечера в запорожских школах, иногда просто пугают. Например, в 28-й школе собирают по 5000 гривен с ученика. На вручение аттестата в родительский комитет собирал по 2000 гривен с ученика. В эту сумму входит аренда ДК, постановка танца выпускникам, фотографии, видео. На банкет, в ресторане плюс еще по 3000 семьи. Кроме этого, для выпускного необходимо подготовить наряды. Девушкам вечернее платье, парням костюмы. Цены на выпускные платья колеблются от 750 гривен и выше. Туфли 900 гривен и дороже. От 1000 придется выложить на аксессуары и украшения. Плюс в среднем 300 гривен прическа, 300 услуги визажиста и примерно 150 маникюр. Итого 3400 гривен. Это платье миди черное, отделка кружевом, отделка пайетками. Также нежные цвета, пудрово-розовый цвет, ярко-красный, сочный зеленый, изумрудные цвета. Помимо платья можно добавить аксессуарами очень красивые. Есть сумочки-клачи в нашем магазине, также шарфики. Может быть какая-то элитная бижутерия. Альтернатива магазинам и бутикам – рынок. Выпускные костюмы, платья и обувь можно найти и на запорожских рынках. Здесь и выбор больше, и цены ниже, и, конечно, можно поторговаться. Парням подготовиться к выпускному на порядок проще. Если костюм стоит от 1300 гривен, то брюки можно взять за 400. Плюс 300 гривен рубашка, 100 галстук, столько же ремень и от 800 кожаная обувь. Всего 2650 гривен. Выпускники сейчас берут и синие цвета, это мелкая крупная клетка, черные костюмы берутся, ну и пуговицы приталенные, как бы сейчас это бренд этого сезона, ну и предыдущего тоже. В 2017 году за выпуск во взрослую жизнь своих чад запорожским родителям придется отдать по нашим подсчетам в среднем от 4,5 до 7 тысяч гривен. Станислав Печурин, Юрий Васильченко, ТВ5. В Запорожье состоялся масштабный общегородской праздник, посвященный Дню Ушиванке. Детские творческие коллективы совместно с ребятами из школ и дошкольных учреждений удивили запорожцев своими талантами. Поздравить всех присутствующих пришли представители городской власти. Мероприятие, приуроченное ко Дню Ушиванке, продлится до 19 часов вечера. Елизавета – воспитанница детсада, но уже знает особенности украинского национального костюма. Сегодня на праздник пришла венке и вышиванке. Вышиванка – это символ Украины. Ее нащи силы – девчата да хлопчата. В венке есть цветы – мак, волошка, ромашка. Празднику День Ушиванки учащиеся творческих коллективов подготовили концертную программу. Удивляли вокалам, хореографическим искусствам. Изюминкой мероприятия стало дефиле в Ушиванках от воспитанников дошкольных учебных заведений города. Наша молодь, ученевская молодь, это наш авангард. И наши учени, они шире, и они очень поддерживают эти инициативы, надягивают Ушиванки. Подобные мероприятия особенно важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, отмечает заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. В рамках реализации муниципальной программы развития украинского языка в запорожских учебных учреждениях запланирован еще ряд мероприятий ко Дню Ушиванки. Сегодняшний защитник – это часть программы, которую мы приняли в том году. Это программа развития и функционирования украинской языки. И поэтому невидимной частью развития мовы уже есть культура. Поэтому это наш прапор нашей культуры, наша Ушиванка. И поэтому я считаю, что такие патриотические заходы, как День Ушиванки, как парад Ушиванок, как культурные заходы, которые проходят, это очень важно, особенно для наших детей. Отмечать День Ушиванки сегодня будут до конца дня. Для запорожцев проведут тематические выставки, мастер-классы, а также праздничный флешмоб с Украиной в сердце. Евгения Ли, Горьба Хиркин, ТВ5. Праздник, правда, по детскому сценарию отметили и в поселке городского типа Балабина. В мероприятие приняли участие дети детсадовского возраста, школьники, учителя и родители. Всего же их было более 400 человек. На праздники побывали и наши журналисты. День Украинской Вышиванки в Балабина решили отметить по-особенному. Творческие танцевальные коллективы, воспитанники гимназии детского сада подготовили настоящий концерт. Яркий, красочный, веселый. Таким сегодня был День Вышиванки для жителей поселка городского типа Балабина. Практически все пришли в украинских вышиванках, а девочки в венках. Такое массовое празднование в Балабина проходит впервые. Подготовили его по собственной инициативе дети. Сегодняшнее свято дети готовы сами. Они любят приходить к школе в вышиванках. И мы их поддержали, потому что это патриотическое выхование, которое необходимо на сегодняшний день. Участие в национальном празднике принимали дети разных возрастов. Танцевали, пели, водили хороводы. А самые маленькие рассказывали стихи. Мы спросили, журавля, где найкращая земля? Жураве отвечает, лучше рыно и нет. Каждому праздник запомнился по-своему. Все пришли в вышиванках, мы ходили, хороводы вокруг школы, дети выступали. Такое действие, я думаю, вышло, очень красиво. Самое главное, что дети патриотично относятся до настроя украинской вышиванки. Гордость брала за сердце, за этих детей, которые гордятся, пишутся этими вышиванками. После танцев и хороводов ученики с учителями выстроились в живую цепь вокруг территории школы. Ольга Васильева, Андрей Снесаренко, ТВ5. Идти к мечте, несмотря ни на что. Смотрите сериал «Певица» уже через несколько минут на ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте. tv5.zp.ua В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok